Добрый день, это Яков Фаин, 19 мая 2020 года. Начну с комментариев к предыдущему видео. Предыдущее видео закончилось тем, что я задал вопрос. Сколько денег, вы думаете, вам нужно, чтобы серьезно изменить вашу жизнь? Шуре Балаганову нужно было 6400 рублей, точно. И я получил несколько похожих ответов, которые точно знают сумму, которая им нужна. Но, если честно, я вопрос не очень корректно поставил. Но давайте посмотрим на какие-нибудь комментарии конкретные. Человеку надо 25 тысяч долларов. У нас, кстати, значок доллара ставится впереди. За эти деньги купил бы себе квартиру на Молдаванке. Ну, окей, на Молдаванке квартира за 25 тысяч долларов не очень хорошая, я так думаю, будет. Неужели фантазия вам не позволяет попросить больше? Все равно их нет, понимаете? Это не то, что они есть. Но помечтайте, солиднее уже. Там на пятой станции фонтана за 60 тысяч долларов квартирку взять хотя бы. Но потом, кстати, надо за нее еще платить, обставить. А у вас, я слышал иногда, если квартира новая, голые стены. Ну, в общем, use your imagination. Поднимаем, поднимаем ставки. Дальше. Вот этот классный комментарий мне понравился. Андрей Монг пишет. Деньги – это эквивалент вашей нужности обществу. Хочется быть нужен. Вот чем вы нужнее обществу, говорит он, тем больше денег у вас. К сожалению, это не всегда так. Ну, конечно, можно взять сразу Марию Терезу или Маттерезу, как ее звали. Которая ничего не было, но она была нужна обществу, правильно. Так что не всегда это так, что деньги – это ваша конкретная цена. То есть, чем вы нужнее обществу, тем больше у вас денег. Это не всегда так. С другой стороны, я это заставил мне вспомнить одно определение, что такое богатый человек. И богатый человек – это не человек, у которого есть конкретная сумма денег. А мне понравилось такое определение. Богатый человек – это тот, кому не нужно ходить на работу. Одному не нужно ходить на работу, если у него 3 тысячи на счету в банке. Другому не надо ходить, если у него 3 миллиона на счету в банке. И тот и другой может сейчас себя богатым. Ему не нужно. Его траты настолько небольшие, что денег, которые у него есть, хватит ему надолго, а может и до конца жизни. Понимаете? Дальше комментарий. Вот, видите, вот этот человек, судя по всему, под ником «Чтобы вам так жить». Вот он и написал эту фразу о миллиарде, которую я цитировал в прошлый раз. И пишет он правильно, что реальность такова, что не все далеко решается деньгами. То есть, несколько миллионов кэшем, то есть, наличными, изменили мою жизнь, но я осознаю, что это не главное. То есть, проблемы, которые у меня есть, ухудшающие с возрастом здоровья, лень, проблемы с организацией и так далее. То есть, да, вот это не решишь. Если этому человеку дать пару миллионов денег, долларов, он не станет более самоорганизованным, правда, или менее ленивым, или у него вдруг резко не улучшится здоровье. Сам человек что-то должен делать. То есть, деньги – это не панацея. Светлана пишет, говорят, что понимание приходит только на смертном одре и только после того, как человек смирится. Об этом рассказывают медсестры, ухаживающие за больными. Абсолютно неважно, по моему мнению, что говорит человек, когда лежит на смертном одре. Это когда-то был анекдот, когда человек вдруг случайно выпал с небоскреба, с высокого этажа, когда он летел и говорил, «Боже, если только сохранишь мне жизнь, я это сделаю, и с тещей помируюсь, и женю, что сделаю я, то это». Тут он доцепился где-то за дерево и не погиб. И говорит себе, «Какая только хрень не придет в голову, пока летишь с сотого этажа». Поэтому, что человек думает на смертном одре – это нечистый эксперимент, абсолютно неважно. Он скажет все, что угодно, лишь бы не умирать. Дальше Дмитрий пишет, «Собственное жилье самое нужное, вот сумма на квартиру, и жизнь может измениться». И вот этот момент, где я хотел бы сказать, что я, если честно, я поставил вопрос не совсем корректно. Есть такое понятие, как «cover the basis». Я не знаю, как, если фраза такая эквивалентная на русском, но «прикрыть базовые какие-то потребности», «решить базовые потребности», наверное. «Cover the basis». А «basis» – это квартира, это хлеб на столе. Не только хлеб, но и с маслом, может, еще с чем иногда. То есть, какие-то базовые вещи должны быть покрыты. То есть, я должен был задать вопрос, допустим, у вас уже есть квартира, и еда на столе есть. Какая сумма изменила бы в корне вашу жизнь? Так было бы правильно. Так что, в общем, правильно. «Собственное жилье – это нужно, и меня интересовал, конечно, вопрос, что надо поверх этого». Так, 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 так. А вот человек пишет конкретно. Помните, один человек писал, что ему нужно 25 тысяч долларов для квартиры на Молдаванке. Этот пишет человек. 10 миллионов рублей ему надо. Конкретно 10. «На 7 купил бы маме дом и новую машину, а на оставшиеся себе мозгов». Очень хороший. Мне так понравился этот ответ вообще. Во-первых, это говорит о том, что мальчик добрый. Мальчик или мужчинка. Добрый. Он хочет маме купить дом и новую машину. Во-вторых, мальчик, видно, серьезно провернился перед мамой. И такого уже натворил, что он же хочет на оставшиеся деньги купить себе мозгов. И так как у меня такой арифметический склад ума, я сразу начал считать. Интересно, по чем стоят мозги? Килограмм мозгов. Вот если 10 минус 7 миллионов, да, 3 миллиона у него осталось, и он купил бы себе мозгов. Что я сделал? Я пошел на Википедию и посмотрел, сколько в среднем у развитого более-менее мужчины мозгов на килограмму. И я увидел, что от одного килограмм 300 грамм или килограмм 400 грамм. Это уже много. Много ему не надо сразу покупать, потому что, похоже, у этого человека совсем серьезные проблемы. Кило 300 хватило бы. То есть на 3 миллиона он готов купить себе кило 300 мозгов. Если примерно прикинуть, то это получается 2 миллиона 100 тысяч рублей кило. Если перевести в доллары по сегодняшнему курсу, где-то у меня получилось чуть больше 30 тысяч долларов килограмм мозгов стоит. Но такое желание нормальное, нормальное. Видите, он купит себе мозгов, а мозги уже ему помогут заработать остальные деньги. Правильно, решение правильно. Так, дальше, дальше, дальше. Ссылки еще не читал никакие. Вот человек пишет, Сергей Овчинников. Сумма может быть разной, зависит от стороны проживания. К примеру, для безбедной жизни в Израиле неплохо иметь сумму для покупки собственного жилья и еще пару квартир в аренду, что позволит иметь доход 2-3 тысячи в месяц. Эту сумму беру по минимуму, около 2 миллионов долларов. В Украине хватило бы суммы в 300 тысяч на такую же схему. То есть человек хочет купить себе квартиру, to cover the basis, и еще две. Эти две сдавать, в надежде на то, что будут квартиранты супер-дупер классные. Я знаю, что в Израиле это как-то получше с этим делом. И квартира с датчиками не боятся, что их кинут, не заплатят и так далее. И на те деньги жить. Рантье, такое слово было когда-то. Понял, понял схему. Оксана пишет, что у нее нет ответа на сумму денег, но теперь есть над чем задуматься. Именно Оксана. Вот сейчас немедленно бросите все свои дела и задумайтесь. Потому что вот едешь по хайвею, по дороге, висят эти огромные билборды, рекламные щиты, где написано, тут в среду будет супер-бол или там magic-бол или такая-то лотерея, или всякая лотерея, разыгрывается 20 миллионов долларов. Вот вам, Оксана, если вы выиграете 20 миллионов долларов, первый вопрос, возьмете ли вы эту сумму сразу же или в течение 20 лет будете брать? И второе, что изменится в вашей жизни, Оксана, если вы 20 миллионов долларов выиграете? Вы не готовы, видите? Поэтому вы и не выигрываете. Дальше, вот человек пишет, а сколько стоит поменять в своей кости свой скелет? Ну или хотя бы позвоночник? Нет, одним позвоночником не обойдусь. Этого было бы достаточно, можно даже не давать мне этих денег, просто сделать мне такую операцию и поменять мне скелет. Скидать через букву Е. Видно у человека беда, конечно, с позвоночником. Я понимаю, и купить это нельзя, к сожалению, за деньги. Это правда, я могу только выразить свое соболезнование, не более того. Не более того, но такая реальность, такая реальность. Я вам сочувствую, но такая реальность. Надо ее принять. Видно боль, конечно, в этом комментарии. Ну, в общем, советовать мне особо здесь нечего. Дальше. Дальше. Вот Валя Бучинская пишет, что ей надо 200 тысяч долларов и может расписать до цента. До цента. Это было бы неплохо. Валя, если вы меня слышите, сметочку, пожалуйста, напишите. На что вы потратите 200 тысяч долларов? Я, судя по тому, что написано, раз вписать через букву Z, это из Украины пришло. Так, дальше. Отложите его в банк и жить на проценты. Вот. Я это понимаю. Я, кстати, рассказывал. У меня где-то видеоролик записан. Он был месяца 3-4 назад, или месяца в 5 даже назад. Я рассказывал, как отложить деньги. Не как отложить, а как можно жить на пенсии, имея там деньги и снимая по 3-4%. А вы посчитали, миллиона вам хватит, какие у вас проценты, какая процентная ставка, сколько вы сможете в месяц снимать, чтобы этот миллион оставался на счету и так далее. Непонятно, непонятно. Зулейка Грин. Сколько нужно денег, чтобы вырваться из уровня перманентного выживания и закрепиться навечно на уровне возможностей? И решится ли вопрос с деньгами? Скорее всего, деньги нужны на правильную удочку и мастер-класс по рыболовству. Хороший комментарий. То есть, уровень перманентного выживания – это плохой уровень. Это плохо, это портит голову, это портит мозги, сознание. Конечно, надо cover the basis опять. Надо базово иметь какие-то потребности, закрытые. А потом уже думать, решится вопрос с деньгами или нет. Можете не решиться, но деньги очень полезны, поверьте мне. Мне кажется, деньги дают некую свободу. Тогда уже вы можете думать о том, как решать свои другие проблемы. Ну вот, в общем, на эту тему достаточно. И дальше буквально несколько новостей из политинформации. Наш дорогой президент Трамп пьет. Он не пьет алкоголь. Вообще не пьет алкоголь. Но вчера он заявил просто и ясно, что вот этот лекарство от малярии, хидроксиклороквин, который он когда-то толкал, и я понимаю его два месяца два назад или полтора месяца назад, когда вообще не знали, что делать, как бороться с этим гадом вирусом. Всем трубку в легкие, в трахею, и все. И 80% умирало, и кричали, что не хватает этих, как они называются, приборов для искусственной вентиляции легких. Не хватало. Они нужны бы, наверное, для большинства. Ну ладно. Одним словом, он тогда пытался, и наверняка все пытались хвататься за соломинку, и вот он услышал этого доктора, я вам тоже о нем рассказывал, Владимира Зеленко. Он не первооткрыватель, но он очень успешно лечил этим хидроксиклороквином на ранних стадиях заболевания. Это очень важно. Важно. На ранних стадиях. Шикарные результаты. Когда Трамп начал это дело толкать, пушить, как мы говорим, то Сталь говорит, вот у него, наверное, есть какие-то акции в этой фармацевтической компании, которая делает этот хидроксиклороквин, который вообще 3 копейки стоит, если честно. И, наверное, поэтому он толкает его. И FDA, Food and Drug Administration, то, что разрешает, организация, которая разрешает выпуск лекарств на американском рынке, они его не утвердили, they didn't approve it, even now, даже сейчас, для лечения COVID-19. Но он решил, он вчера заявил, что он его пьет, попивает. И сказал, все обалдели, все просто обалдели, когда он заявил, что он просто его пьет. Как взгрустнется по вечерам. Он говорит, я его уже пью полторы недели. Полторы недели он его пьет. Зачем? Ты чего? Он говорит, ну, не помешает для профилактики. Он говорит, я посоветовался с врачом там в Белом доме. И он сказал, да, можешь пить для профилактики. И он говорит, уже полторы недели пью. Я думаю, что он будет пить две недели всего. И говорит, ничего плохого не происходит. Надеюсь, что мне это помогает. Вот так наш Трамп оттопырил. Да, это я вам не говорю, кстати, чтобы вы сразу бросили все свои дела и начали пить гидроксиклороквин. У него могут быть последствия, side effects, побочные эффекты на печень. Там в комбинации с этими антибиотиками у вас аритмия может начаться и так далее. Я вам ничего не советую. Но наш президент пьет. Дальше. Из хороших новостей. Вот эта компания Модерна, они уже не первый раз дают хорошие новости. Они тестировали вакцину. Делали вакцину, они ее сделали и тестировали на людях. Начали тестировать. Причем они отобрали первую группу небольшую. По-моему, 8 человек их всего было. А там надо было дать эту вакцину раз здоровым людям. Совершенно здоровым людям, добровольцам. А потом через 4 недели еще раз дать эту вакцину и посмотреть, что получается, образовались ли антитела. И вот вчера была статья, что да, это успех. На этой маленькой группе пока людей действительно образовываются антитела, то есть вакцины работают. Вообще всего есть 100 примерно разных исследований ведется разными компаниями, чтобы прибежать первыми и сделать свою вакцину. Это плюс капиталистического общества. Конкуренция, как говорится. Вот, у этой модерны, в этой модерны вроде получается. Следующий этап, они хотят сделать выборку 105 человек уже. Не 8, а 105. Опять вколоть раз и вколоть через 4 недели. А потом, наверное, еще будет пошире выборка. Ну, то есть, если так пойдет, дай бог, чтобы у них все получилось, то, может быть, к концу года у нас будет вакцина. Ну, ваши средства информации, конечно, расскажут, что это гад Билл Гейтс. Это он хочет всем вколоть вакцину, чтобы всех поработить и вколоть вам чипы. Через эту вакцину в кровь вогнать вам чипы в голову. Ух, этот гад Билл Гейтс. И еще одна тема, о которой я хочу рассказать сегодня. Вот мы смотрим на такой сайтик. Компания называется Blue Flame Medical. Слышали ли вы о ней? Нет, вы о ней не слышали. И я о ней не слышал до недавнего времени. Теперь я о ней знаю. Вот такой себе сайтик. Что они делают? Они продают масочки. Они поставляют масочки. Они даже книжку такую руководство выпустили. Как вообще... Safe shipping practices and guidelines from China. Понимаете, как вообще работать с Китаем. Как оттуда поставлять какие-то вещи. Как там заказывать вещи. Понимаем environment. Они дают советы. Они нас могут даже научить, как вообще с этим заниматься. И вы можете запросить копию. Так что я надеюсь, что после этого видео вы бросите все свои дела и купите эту копию. Вот. Все сделано. Все сделано. Хороший дизайнер поработал. Взяли какой-то такой стандартный темплейт для веб-сайтов. Но дизайнер поработал и пожалуйста. Zero risk. Money back guarantee. Zero risk. Нулевой риск. Money back guarantee. Они гарантируют, что вы получите деньги назад. Вам когда товар поставят, у вас будет 48 часов, чтобы проинспектировать и отказаться от товара, если вы не хотите. А давайте на адрес сколько получим. Посмотрим. Помните, я вам когда-то рассказывал. Если адреса нет, это все. Это большой красный флаг. Смотрим на адрес. Ууу, есть адрес. И не просто адрес. Ребята. Это вообще Washington DC. Это столица нашей Родины. Нашей Родины. Вот там. И вот тебе телефон. Все есть. Perfect. Просто perfect. Ну, теперь я вам расскажу немножко об этом сайте и о том, как он был сделан. Дело в том, что когда два месяца назад примерно народ понял, что вирус это серьезно, и что нужно PPE, personal protective equipment, маски, перчатки, вот эти все, как они эти, костюмы, shields, вот эти вот как shields. Вот, забыл, блин, ну эти прозрачные штуки, shield, щитки прозрачные вот эти, да, шапочки, вот эти санитайзеры, wipes, вот эти для протирки, все. Короче, всего этого оказалось нет. Оказалось, все это вообще большая часть товаров, не все, но производится в Китае. Производится в Китае. И теперь представьте себя на месте руководителя госпиталя какого-нибудь, или руководителя города, мэр города, или руководителя штата, или руководителя страны. Ну, Трампа оставим, он пьет гидроксиклороквин, пусть он пьет. Представьте себе, что вы губернатор штата, или руководитель города, мэр города. Естественно, это вас застает врасплох, это новость, что надо миллионы масок, миллионы костюмов, миллионы того, нет санитайзеров, туалетная бумага исчезла. Что бы вы делали? У вас у всех волосы дыбом бы поднимались на голове, у меня точно. Вы бы сразу начали искать, где купить, где прикупить. У вас в бюджете есть некие суммы, некие миллионы долларов, и вы бы захотели купить. Соответственно, мы живем в каком мире? В мире, как это по-русски, энтрепренеров, которые пытаются найти бизнес, построить бизнес, мгновенно быстро используя текущий момент. И, естественно, полно народу, вот таких бизнес-ориентед пипл, начали думать, о, можно сейчас подзаработать бабок. Если я найду в Китае поставщиков, которые будут мне поставлять вот эти все маски-шмазки, и если я здесь договорюсь с мэром-губернатором, то я могу заработать. И хорошее дело я сделаю, во-первых, то есть помогу народу, то он в таком-то штате или городе, и сам заработаю денег. Все кошерно, типа. И вот есть такой человек, которого зовут Майк Гула. Майк Гула. Этот человек тусуется в Вашингтоне, и адресок, соответственно, вашингтонский, в Диси, в Диси-Колумбия. Не в том Вашингтоне, что с той стороны Америки. Вот, и он известен там, у него отличные connections, связи. Он собирал, он занимался фандрейзингом, как фандрейзинг, русское слово. Блин, не знаю. Ну, вы понимаете, когда собираются деньги на какую-то компанию, на какого-то кандидата. Слово не знаю точно, если кто знает, напишите. Вот, он собирал кучу денег для всяких республиканских кандидатов на разные позиции, должности, в Конгресс, в Сенат, на выборные должности где-то там, в городах. И, соответственно, у него были отличные связи, его знали. И вот этот Майк Гула понимает, это мой звездный час. Он написал в своем письмечишко. Тут, кстати, была статейка одна на эту тему, да, и не только здесь. Republican Fundraise looks to cash on coronavirus. Республиканский фандрейзер, человек, который помогает в этих компаниях деньги собирать, хочет to cash in, заработать наличных на коронавирусе. Ну и там, и тут написано, в частности, тут написано, что он, этот Майк Гула, он написал письмечишко всем своим, что, дорогие друзья, за последние 14 дней я построил другой бизнес вне политики. Вы меня знали как политика, а я сейчас вне политики. И мое внимание сосредоточу именно там. Он написал имейл, который отправил своим бывшим политическим клиентам. Вот. Он не сказал конкретно, что он будет делать, да, но вот он сделал, он сформировал компанию. А у нас компанию делать, это бирюльки, очень быстро делается, да. И вот его, они пишут, что его веб-сайт, говорит, что он будет коронавирус-тестинг-китс продавать, то есть масочки и так далее. Вот это тот сайт, о котором я говорил. Это еще статья, вот эта статья еще была в конце марта. И что же получается? Что же получается? Я когда сижу тут, слушаю, у Куома у нас губернатор выступает, и не только Куома, все говорят, как они все рванули по всему миру, чтобы купить для своего города или штата вот этого эквипмента, оборудования вот этого всего. И этот Майк Гула, сначала он взял, первый контракт он взял в Мэриленде. То есть, я вам уже сказал, что надо свести поставщика в Китае, например, и руководителя какой-то муниципалити, города, штата. Так как у него были отличные связи, он их знал, и вот он нашел поставщиков в Китае и начал звонить в эти все штаты. В Мэриленде он позвонил, договорился за 12 миллионов, на 12 миллионов контракт, чтобы поставить товары. Штаты эти никогда не платят обычно за услуги заранее. Но это была такая ситуация, когда всем надо, вас много, нас мало, вы знаете как. И, короче, Мэриленд согласился заплатить половину вперед. То есть, из 12-ти 6 они заплатили этого Майку Гуле. Он начал организовывать там в Китае, в Китае поменили законы, правила и растаможка, и вывоза, и поставка накрывается. Проходит пару недель, Мэриленд говорит, где мои масочки, а Майк говорит, извини, такая ситуация, так получилось. Потом он уже стал за свои деньги и своих потенциальных доходов перебрасываться, организовывать с другой фирмой-поставщиком. Уже стал попадать с деньгами, но ему надо было что-то делать. А помимо этого он умудрялся брать новые контракты. Самый крупный был со штатом Калифорния. На 600 миллионов долларов он сделал контракт. А масок нет. Калифорния уже сделала кенсел. Видите, вот эти темы с предоплатой, с половиной предоплаты. Обычно как делается? Особенно с государством. Государство – это же гранит, поэтому никто никогда не просит деньги вперед. И мы вам товарчик, а вы нам инвойс обратно. Выставляете инвойс, и мы вам через 30 дней расчет. Инвойс – это по-русски… Знаете, как они называют наш инвойс по-русски? Счет-фактура. Пов-бывал бы, как в том анекдоте. Да, так вот, так вот, получилась куча денег, и этот Майкл Гула со своей компанией Blue Slay Medical в пролете. Понимаете, у него уже были какие-то затраты, он не поставил, там перекинул. Ну, короче, что будет сейчас, неизвестно. То есть, Майк Гула и вот эта компания Blue Slay Medical – это как бы первая ласточка, и сейчас будет огромное количество, конечно, судов и всего. Ну, то есть, он подвел людей. Я уже не говорю о том, что он там не сделал в плане денег, потеряет ли штаты деньги или нет, не знаю. Может быть, что-то восстановится, может, вернется. Но прошло время, ведь время было – time is of an essence. То есть, время было существенно здесь, да, то есть, проходит две недели, штат думает, что мы заказали маски и всякое другое, а ничего не приходит. Вот. Ну, вот такие новостишки на сегодня, 19 мая 2020 года, но мы идем верной дорогой, товарищи. Так что, keep your fingers crossed, вот так, вот так. И все будет хорошо и у вас, и у нас. Пока.